всех приветствую на своем канале утром 7 сентября 2014 года в пожарную часть химок поступил тревожный вызов горит дом уже через несколько минут на место прибыла 1 бригада пожарных однако дом удается потушить лишь через десять часов в тушении был задействован даже вертолет но дым был настолько густой что он не мог опуститься достаточно низкой точечно поливать дом водой сразу после того как пожар был потушен следователи приступили к осмотру того что осталось от дома внутри было обнаружено 4 тела хозяйки дома елены ей было 43 года сына елены даниила 12 лет двойняшек ивана и мари обоим было по три года тела двойняшек настолько обгорели что установить причину смерти было невозможно эксперты могли лишь предполагать что дети задохнулись угарным газом смерть же елена и даниила носила криминальный характер обоих задушили на шее женщины обнаружили веревку был единственный выживший дмитрий молодой человек состоял в отношениях с дарьей старшей дочерью елены он приехал в коттедж накануне переночевать елена на следующее утро должна была отвести парня в аэропорт шереметьево дмитрию предстояло лететь в командировку в симферополь стало очевидно что пожар был устроен тем кто пытался скрыть следы преступления скорее всего преступник рассчитывал на то что огонь уничтожит все улики и смерти всех четверых признают несчастным случаем однако планом преступника не суждено было сбыться пожарные быстро установили что пожар устроен намеренно в доме была разлита легко воспламеняющаяся жидкость на телах ее следы тоже вскоре обнаружат как выжил дмитрий молодой человек не планировал ночевать дома у своей будущей тещи но ему пришла в голову идея спрятать в доме помолвочное кольцо чтобы позже сделать дарья предложение руки и сердца рано утром 7 сентября молодой человек спал уже довольно поверхностно следователям он потом скажет что почувствовал запах гарри и треск из окон дома на первом этаже уже валил черный дым дмитрий спал на втором этаже к моменту когда подоспели соседи молодой человек уже сидел на подоконнике свисив ноги на улицу он собирался прыгать по словам соседа который поспешил на помощь молодому человеку на вид дмитрий был странным как будто потерянным на вопрос есть ли кто дома молодой человека ответил отрицательно именно из за того что дмитрий выглядел странно сосед решается все-таки покричать вдруг кому-то еще нужна помощь в первых своих показаниях дмитрий расскажет что старался спасти детей но дым был черный и настолько едкий что глаза открыть было просто невозможно а на ощупь в такой экстремальной ситуации крайне сложно кого-то обнаружить тем более в большом двухэтажном доме сразу после случившегося дмитрий стал говорить что в дом проникли некие киллеры и лишили жизни всю семью накануне дмитрий испытывал сильную головную боль быстро и крепко заснул а проснулся связанным в ванной молодой человек не помнил как он попал в ванну на первом этаже дома некие неизвестные настойчиво что-то требовали от елены затем голоса стихли и дмитрий почувствовал запах гарри освободился от веревок и выбрался из дома после того как дмитрий спрыгнул со второго этажа он порывался забежать обратно в дом даже разбил окно после этого весь первый этаж заполнился едким дымом и войти туда стало невозможно на самом пожаре парень кричал что дарь и в опасности что ее ждет то же самое молодой человек был в шоковом состоянии безусловно но что-то его сильно испугало могли ли быть посторонние в доме в ночь трагедии следователям такая версия событий показалась довольно странной и молодому человеку не поверили во-первых посторонних в поселке в то утро не видели во вторых камеры в поселке не зафиксировали никого подозрительного в то злополучное утро стоит понимать что семья дари была не самой простой мать работала на руководящей должности в рост нефти а дедушка девушки был высокопоставленным чиновником в той же рост нефти но уже вышел на пенсию обеспеченная семья имела много недвижимости в москве и области когда дарья прибыла на место трагедии дмитрий кинулся ей в ноги и начал просить прощения сама девушка выглядела отстраненной не проявляла каких-либо эмоций изначально дмитрия задержали для допроса чтобы собрать как можно больше информации сразу после произошедшего молодого человека отпустили но вскоре снова задержали по подозрению в данном преступлении дмитрий был задержан на 10 суток до выяснения обстоятельств и на очередном из допросов признался что это он лишил жизни елену и старшего сына даниила а затем поджег дом а дарья являлась организатором преступления в тот же вечер когда дмитрий признался в содеянном дарья улетела в таиланд со своим родным отцом который хотел отгородить дочь от излишнего внимания следствие сможет пообщаться с ней только через два года пока девушка была в таиланде следствие пришло к выводу что дарья была организатором данного преступления так как хотела получить наследство более 70 миллионов рублей дмитрий приехал в дом елены с целью лишить жизни ее инсценировать нападение третьими лицами поджечь дом и уничтожить все улики однако показания молодого человека будут неоднократно меняться на видео со следственного эксперимента дмитрий рассказывает о том что дарья отказала ему после предложения руки и сердца сделав акцент на том что молодой человек из бедной семьи девушка заявила что мать дмитрия живет с приезжим рабочим у его отца вообще нет высшего образования а с самим дмитрием девушка просто развлекается что касается одежды дмитрия что было на нем в вечер перед трагедией ее изъяли из дома после тушения пожара естественно все вещи были насквозь мокрыми следствие ничего лучше не придумала как упаковать все в герметичные пластиковые пакеты где вся одежда через несколько месяцев сгнила более того за те несколько месяцев эксперты не удосужились провести никаких исследований с такими важными уликами смывы мазки не были взяты с рук дмитрия на предмет наличия легковоспламеняющейся жидкости с помощью которой дом и подожгли это самое первое что должно было быть сделано для определения причастности дмитрия к поджогу дома материал из-под ногтей тогда еще подозреваемого тоже не изымался дмитрия опросили и отпустили домой под подписку единственного выжившего в том пожаре которого изначально подозревали отпустили не проведя никаких исследований что же происходит дальше когда дмитрия задерживают повторно уже на 10 дней адвокатов к нему не пускали первые три дня чистосердечное признание молодой человек написал после трех дней допросов сотрудниками оперативной службы только после этого дмитрию разрешили увидеть своих правозащитников в письмах из сизо дмитрий писал о том что он не доживет до суда молодой человек был крайне напуган методами которые применяли к нему оперативные работники к нему в камеру подсаживали заключенных которые больны спидом на допросах парни топили в ведре и жестоко избивали многие из окружения даши и димы уверены в том что молодой человек дал признательные показания под давлением в пользу этого говорит частая смена показаний относительно того что случилось изначально дмитрий не признавал вину затем признался в преступлении и уже после всего указал на дашу как на заказчика при появлении адвоката дмитрий отказался от чистосердечного признания и заявил что все показания давал под давлением доказательств вины дмитрий у следствия не было он постоянно менял показания писал о пытках но все также оставался под стражей имеется несколько версий версия 1 в дом проникли неизвестные которые лишили жизни елену и даниила а дом подожгли в надежде скрыть криминальный характер смертей сделано это было либо из-за того что елена работала в роснефти либо из-за прошлого ее отца в той же компании версия 2 дмитрий рассказывает другую историю якобы на идею сделать даши предложение руки и сердце елена посмеялась над молодым человеком далее мать девушки сказала что даша с ним исключительно ради развлечения и не планирует ничего серьезного даша думает что дима ей не ровни так как мать его живет с приезжим рабочим а у отца вообще нет никакого образования тогда дмитрий настолько разозлился на всю семью что решил отомстить на видеозаписи дмитрий говорит что он не помнит как лишал жизни но помнит как поджег дом неоднократно парень говорит о том что везде была кровь откуда ей взяться если жертв задушили веревкой эта версия вообще не жизнеспособная так как по показаниям друзей и родственников дарий елена была рада за детей диму любила и хотела чтобы они скорее поженились именно елена уговаривала дарью выйти замуж и сыграть свадьбу а даша только отнекивалась и говорила что свадьба пустая трата денег действительно у самих молодых людей не было тех денег что были у елены и ее отца версия 3 от которой дмитрий откажется после общения со своим адвокатом организатором преступления стала дарья она была недовольна тем количеством денег которые ей выдавала мать каждый месяц девушка хотела завладеть доступными средствами и недвижимостью в этой версии мало логики зачем было сжигать дорогой коттедж в подмосковье преступление можно было скрыть другими методами так ли необходимо было лишать жизни даниила и близнецов у старшего брата был отец он мог забрать мальчика к себе даша и дима были довольно образованными людьми и если бы они решились подготовить преступления то скорее всего могли подойти к этому более продуманно многие друзья димы и даши говорили что дима был скромным парнем и не очень смелым он был не из тех кто готов кинуться в огонь ради спасения жизни и других людей именно по этой причине парень мог не рассказать часть того что происходило в доме дмитрий и дарья познакомились когда оба учились на втором курсе университета дарья была студенткой мгу а дмитрий учился в мгт у имени баумана на факультете робототехники вскоре после знакомства молодые люди съехались и стали жить вместе в квартире которая принадлежала дашиной маме елене молодые люди жили на деньги которые дима получал от сдачи своей квартиры и на то что давала елена как уверяют друзья пары молодые люди жили душа в душу идеально друг другу подходили единственное что огорчало дашу количество выделяемых ей денег ей хотелось больше однако после окончания университета она не торопилась устраиваться на работу непосредственно перед трагедией дарья уезжала в долгий поход на озеро байкал со своим отцом дмитрий ехать отказался его такой отдых не привлекал там дарья посетила святое место по преданию если попросить ребенка в этом месте то женщина забеременеет и по возвращении узнала что беременна дмитрий был вне себя от счастья именно поэтому заново заговорил о свадьбе к сожалению ребенку не суждено было появиться на свет у девушки была замершая беременность как полагает следствие дарья винила свою мать в том что она ее сглазила дарья начала завидовать елене ведь той удалось выносить и родить четверых здоровых детей иван чернов дедушка всегда являлся главой семьи никакое решение не могло быть принято без его одобрения это хорошо прослеживается на примере дашиной мамой елены первый муж отец дари продержался всего несколько лет деду он не сильно нравился и пара развелась тоталитарный и деспотичный характер деда сильно влиял на семейную жизнь его детей и внуков внучка ожиданием деда не соответствовала от чего страдала чернов всегда продавливал идею о том что дарьи и дмитрию необходимо думать о будущем искать работу и строить карьеру цитата чернова в суде даша этим не занималась даша занималась танцами пыталась что-то шить рисовать отлично демонстрирует недовольство по отношению к внучке компромиссов мужчина не допускал ни в каком виде я ей сказал даша не занимайся ерундой у тебя есть хорошая профессия она исторический университет закончила все о чем говорил чернов соответствовало идеалам прошлого для современных молодых людей те ценности были абсолютно нерелевантны чернов был шокирован найденной перепиской где даша и дима нецензурно выражались отсюда он делает вывод что дмитрий очень плохой человек и не подходит его внучки по версии следствия дмитрий был с дашей только по той причине что такая партия открывала для него большие перспективы в будущем именно чернов договорился со своими знакомыми о собеседовании для дмитрия в симферополе куда тот должен был лететь в день трагедии иван николаевич настаивал на том чтобы молодые люди становились на ноги и начинали зарабатывать самостоятельно по версии следствия такое давление на дарью побудило ее спланировать преступление с целью получения наследства на жизнь девушки выделялось около 40 тысяч рублей но девушка постоянно просила дополнительных денег жили они с димой в квартире елены а квартиру димы в химках сдавали то есть на двоих у них получалось довольно неплохая сумма еще один интересный факт елена состояла в отношениях с неким олегом они даже ездили на отдых вместе незадолго до трагедии роман елена и олега начался как раз в момент начала развода олега с женой развод был довольно непростым тогда еще законная жена олега начала манипулировать мужчиной запрещать ему общаться с единственной дочерью сразу после трагедии дарью спросили о том кто мог желать зла ее матери и она назвала жену олега следствие как они сами сообщают проверяла причастность женщины к преступлению исключила ее из списка подозреваемых в историю неожиданно вмешивается дядя дарий сергей который не участвовал в жизни семьи даже не поздравлял родных с днем рождения забывал то есть при жизни семьи его мало интересовало что и как происходит а после смерти сергей быстро активизировался в чем было дело банально в наследстве точнее в дележке денег иван николаевич где дари убедил себя в том что дмитрий единственный виновный в этом деле дарья предлагалось два варианта первый она признает дмитрий виновным отказывается от него и тогда дед и дяди нанимают ей лучших адвокатов и отмазывают в суде 2 девушка сохраняет свою позицию и никто ей не поможет окончательную версию следствия озвучила с упором на то что дарья хотела отомстить матери и завладеть ее имуществом сразу после того как дарья появилась на последнем суде дмитрия в качестве свидетеля ее задерживают на свободу девушка уже не выйдет несмотря на показания друзей и близких пары авторитет чернова оказался более весомым авторитетом в суде дмитрий получил пожизненный срок при том что никаких прямых улик против него нет дарья также предстала перед судом как организатор преступления девушка отправилась в тюрьму на 16 лет прямых доказательств в пользу вины дарьи также нет поддержите ролик лайком а канал подпиской и будьте осторожны